Всем привет, друзья! Это канал Morgan Games. Мы с вами продолжаем Мафию 3. Блин, патронов на наш вайпер. Чё-то как-то маловато осталось. Совсем плохо, но ладно, я, короче, пошёл. У нас тут очередное задание. Нам нужно спасти жертв работорговли. Первое задание ГОДЭ — это бомбоубежище. Используют люди Моро. Разведайте его. Ну, скорее всего, они его используют для того, чтобы удерживать тут своих жертв, своих пленных. Естественно, чернокожих, естественно, негров, потому что тут один расизм. Расизм, сука, блин, который я намерен вывести просто на корню. Ну, давайте тихо. ГОДЭ. Иисусик, как же я потею? Чё ты там потеешь, пидор? Чё, запахался, что ли? Ты работал в поле, как твои рабы и негры? Опа-опа-опа-опа-опа-опа. Это у нас охрана. Если станет ещё жарче, я застрелюсь нахер. Ты реально думаешь, что станет, блядь, мне похуй. Ничего, сколько их много тут. Дозорный за стеной. Размяться бы не помешало. Ну, ну, точно. А ну, путь сюда. Сюда давай, урод. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А теперь мне ещё и посрать надо. Вот здорово. Так, аккуратно. У них там трое, да? Или сколько? Уборщик. Ну, в принципе, я не хочу делать. В жопу засунете туфли. Блёх, он бронированный. Хер, бронированный. Аккуратно. Рожь. Рожь. Ещё одного. Дозорный. А, нехер дозирать. А где их рабы? Они ж тут кого-то держали, или нет? Рядом с Библией записка какая-то лежит. Ты не поверишь, кто к нам заходил. Ремидюваль собственной персоной. Сказал, чтобы мы держались, продолжали бой. Сказал, что ситуация скоро изменится в нашу пользу. Храни на его бок. Может, эта страна и отвернулась от белого человека, но Ремидюваль всё ещё с нами. В смысле страна отвернулась от белого человека? Тут белых прут-пруди. А чёрных, наоборот, ущемляют в правах и вообще не дают им бесплатную выпивку в кафешках. И плюют на них на улице. О, что-то взял. Я взял, короче, какую-то другую винтовку, мне кажется. Или это моя? Не могу понять. Или я просто патроны подобрал? Нет, это моя винтовка. Да, это моя винтовка скорострельная. Это чё? Я просто патроны подобрал. Так. Куда это я вообще пришёл? Что это за бомбоубежище? Там, скорее всего, негров держат. Надо реально их отсюда вызволить. Как можно скорее. Пасадена. Не, Пасадена я не хочу. Я хочу свой вайпер. Или реально Пасадену взять. Не. Я просто к вайперу уже так просто, ну... Не то, что к нему привык, а просто... Может, даже этот вайпер, это продолжение моей руки, скорее даже. Мы как одно целое стали. Это я серьёзно говорю. Спасибо. Спасибо. Валите отсюда, чернокожие. И скажите всем, что вам помог Линкольн Клей. А также Морган. Скажите всем, чтобы подписывались на канал. Давайте, передайте всем. А я чё, голая бежишь? А не. У неё корсет какой-то завязанный. Я думал, она бежит и сиськами трясёт. Дайте хоть руки развяжу. Куда вы? Дамочки, блин. Или вам так нравится бегать? Не, ну если, конечно, нравится, я не имею ничего против этого. Тогда бегайте, пожалуйста. Я покупаюсь в это время. Могли бы сами искупаться в бассейне. Вы ж теперь вольные люди. Чё хотите, то и делайте. Могли бы эту хату забрать себе. Этих вот убить. Так, ладно, я пошёл к своей машине. Мы сейчас поедем в другое место. Заебись, они живут, смотри. Вроде богатый район, такая богатый дом, да? А только свет, горшки с цветами и стол со стульями. Всё, больше в этой комнате ни черта просто нет. Или, может, это просто у них такой минимализм во вкусе. Хрен его знает. Залазь в тачку, прокачу. Чёрная. Езжай уже, ехай. Так. Следующая наша остановка. Ограбить койота. Этот придурок припрятал своё бабло на время, пока он в бегах. Но не стоит зарываться. Никто не знает, что вас там ждёт. Сейчас узнаем. По-моему, я уже урон нанёс уже колоссальный. Уже, мне кажется, мы все деньги этого бизнеса сняли. Но я всё равно поеду пока по койота, потом поеду в ту хижину последнюю. На берегу океана. И всё. Ну, что просто уже, знаешь, выполнять здесь всё. Потому что мне как-то этот бизнес понравился. Этот бизнес это... Блин, опять капот отлетает. Этот бизнес, скорее, уже стал чем-то личным для меня. Потому что тут всё-таки идёт пропаганда этого расизма. Идёт борьба с ниггерами. Ущемление наших чёрных прав. И я не могу позволить, чтобы тут хоть одно задание осталось незавершённым. Я по-любому его выполню и доведу до конца. Что-то, блин... Какие-то ебини я заехал. О! А почему тайник никто не охраняет, я не понял. Типа так надо? Никого нет. Ну, допустим. Койота дома быть не должно, в принципе. Он же ж в бегах. Чё-то... Чё-то... Вот это и всё. Ого, сколько денег! Десять косарей зелёных. Опа! Протва приехала. Чё, это ты, койот? Залазь сюда, ублюдок. Покажи, кто тот настоящий мужик с яйцами. Ну, блядь. Получай! Минус один. Минус два. Сколько вас там у тырков? Блядь. Хату расстреливает, прикинь, он... Короче, хату берёт, расстреливает, он, наверное... А может, эти ребята, они думают, что тут койот живёт? И койот именно от них, типа, в бега опустился. Он от них, походу, скрывается. Но я-то не койот. Я злой и страшный чёрный ниггер. На, блядь. Ха. Пришли они по койоту. Бабло моё, хата моя и вы все мои. Нормально. Тут, походу, койот бухал раньше. Сюда шлюх водил. Тут чёрный ход. Для негров, как я. Всё, тут мы, короче, тоже распетляли. И нам тогда остаётся вот эта вот область. Там какая-то хижина, чё там говорится? Фасады. Обыщите хижину, чтобы выяснить, как она связана с работорговлей Честера Моро. Ну, хрен знает. Может, там кого-то держат. В этой самой хижине. А нам до неё далековато. 800 км. Считай. Только сперва с этих дебри надо выехать. Да, капец. В Рискофилд, я бы не сказал бы, что это такой будет, знаешь, бандитский район. Он так довольно богато смотрится. Такой, типа, ухоженный. Куча плантаций, леса всякие здесь. Но что бы тут варили PCP, спаивали, скуривали, скуривали домохозяек. Сделали их наркоманками конченными. Да как это так? Чё с машиной происходит постоянно, а? Чё за бред? У нас сдохло. Тупая, блин, тачка взорвалась и сдохла. А я ещё жив, смотри. А я ещё жив. Видимо, я больше накачан, чем эта тачка. У меня иммунитет уже к этим всем взрывам. Пускай нам что-нибудь пригонят. Давай пока, наверное, вот эту. Сам Сан-Дюк, почему бы и нет. Вот, и кроме наркоторговли тут и всяких этих PCP, крокодилов, бля, хуилов. Тут, блин, ещё вот эта вот работорговля процветает. Нигеров ни во что не ставят, пропаганда. Это огромная помощь. Нигров тут ненавидят. А типа... Ой, наоборот, говорю, север. Это ж мы на севере сейчас находимся. А вот на юге, там где эти южане... Ну, естественно, чужане же на юге. Там где этот бою и всё такое, бою фантом. Там, короче, больше негров. То есть их спихнули больше, типа, на болото. Нигеров выселили на болото, а тут, типа, тусуют нормальные пацаны, беленькие. И не дают нормальным неграм жизни. Ух ты, бля. А это, походу, резиденция Маркана, если я не ошибаюсь, да, вот эта вот? Походу, это она и есть. Маркана, блин, а как это он не натравил никого на меня? Я заехал тупо к нему в резиденцию, а он даже кто-то хуй не подумал. А может, его сейчас дома нет. Хрен его знает. Но я сюда ещё вернусь, Маркана, ты погоди. Я сюда ещё приеду по твою жопу когда-нибудь. Это только вопрос времени. Так, нам повернуть сюда. Это же кусты, как я могу врезаться в них? Кусты такие плотные, капец. А хижина ещё не здесь. Это где-то аж тут. Надо немножко по набережной проехать. Чуть-чуть вперёд. Блин, солнце так в глаза светит. Надо какие-то очки одевать. Солнцезащитные. Опа. Фига себе, у вас тут много. Чё так много-то, а? Хлопцы. Один. Два. Три. Уже минус три. Четыре, пять. Один патрон остался. А потом только с пистолетиком. Будем воевать. А этот дозорного вообще убил, нет? Дозорный. Дозорный. Пистолет. Рож. Надо убить дозорного. Причём срочно, потому что если сейчас он вылезет, он будет звать подмогу. Пошли, пошли, пошли. Тут хнычет кто-то, слышал? Кто-то хнычет? Куда ты, блядь, кого ты собираешься звать? Пошёл ты в жопу, сука. Чё, успел? Он успел позвать? Я же надеюсь, что нет. Бабы, свободны, идите отсюда. Фу, помойтесь, иди. А чё ты отделилась от всех? Бля, они такие... Они вызвали... Сука, нет, тут надо линять. Тут просто надо линять, мне кажется. Они в джунгли за мной, они по не побегут. Они в джунгли... Они плохо ориентируются в этих лесах. А я нормально. Баба, бежим вместе. Вместе сбегаем. Нормально всё. Ух ты, тут... Тут, походу, тут обрыв. Ты ж ебанись, тут обрыв. Чё теперь делать? Они меня загнали, походу. Там яхты, хуяхты. Так, погодь, я патроны набрал опять на винтовку. Я смогу их пострелять сейчас всех. Я смогу отстрелиться от них. А может, они уже уехали, слышь? Не, нихера. О, эти твари. Один там стоит, ходит. Ищет. Как вам вот такое? Да ничего себе строчит! Да пошёл ты в жопу, сука! Тут просто из-за деревьев их вообще не видно. Где они ходят, стреляют, откуда? Или я уже всех убил? Их, походу, четверо было, да? Мне кажется, я их всех уже кончил. Да, смотри, я уже могу спокойно тут бегать. И ничего мне не будет. Ха-ха! Нормально! Вот это я красава вообще! Порешил как нужно. Всё, пошли отсюда. Залезай сюда. Садись. Ща мы, короче, поплывем. Да-ка, блин, нам надо сюда! А как я доплыву туда? Я бы хуй бы знал. Нам как-то надо... Попасть, блин, хер его знает. Нам сюда надо. Короче, давай. Ща чё-нибудь придумаем. Где-нибудь на берегу сойдём, а потом, короче, нормально всё будет. Потом я смогу уже легко добраться. Аллигатор. Щас объём тебя нахер. Отлично. В принципе, нам куда-то сюда. Тут можно просто на берег причалить и всё. А дальше я себе тачку найду. Так. Походу тут останов... О, шоссе, смотри, тут остановка. И можно прям на шоссе выйти. Подожди, а тут есть какой-то заплыв. Тут так, типа, возле шоссе можно проплыть. Блин, ну только не это! Ну ты дебил, нашёл где припарковаться! Красава, мать твою! О, да качо, смотри. Я вышел на мост. Сейчас я позову себе тачку, здесь и всё. И я буду уже в дамках. Нормалёк, вообще круто. Я пьян в говно, говорит, я сейчас хоть под угрозой смерти зародился. Ну давай в другой раз. Ах ты, пидор, пьяная скотина. Уволю, всё, больше на меня работать не будешь. Нашёл, когда пить. Мы чё, уже можем расслабиться, по-твоему? Мы чё, город захватили? Мы от Маркана избавились? Он бухает. Нашёл, блядь, когда бухает. Сейчас вот спизжу тачку. Этот же член вот этот меня сдаст копом. И тачка, судя по всему, ещё такая старющая. Протрухшая вся. Я на ней что, далеко уеду? А смотри, я эту... Братюня, спасибо, нормально всё. От души душевно. Он уже понял, что я фрискофилд захватываю. Мне надо помогать. Он знает, он в будущее смотрит, понимаешь? Он выгоду свою ищет. Знает, что я его ебало белое запомнил. И потом, если не разобью его, то озолочу. Золотым ниггерским дождём, блядь. Так, пошли. 200 км нам остаётся всего лишь, доджеки. И сейчас будет разборочка. Самое, что ни на есть, гангстерское. Сейчас мы захватим ещё один бизнес. И потом можно уже искать Оливию Маркана. Вот это мне нравится. Вот это я уже продвинулся. Смотри, как круто. Погнали сюда. Вот почему нельзя сделать так, чтобы, знаешь, ты такой заходишь, а Джеки убитая лежит, типа Ину. Маркана до неё добрались, вычислили её местонахождение. Это были такие классные повороты сюжета. Они сделали всё однообразно, что ты просто приходишь, у них что-то спрашиваешь, выискиваешь, потом уничтожаешь бизнес, возвращаясь, а они за те говорят, где главный находится. И всё, никакого такого, знаешь, шока. Нет. Только в начале был шок, когда, типа, убили семью Линкольна, но это было предсказуемо всё равно. Ну, как бы такое. Ты разрушил всё, что создавал Моро и эти психи из Южного Союза. Хорошо. Ну и чё дальше? Давай, говори со мной. Чё, дура, бля, говори со мной. Поговорить с Джеки Гримальд, я ж тут. Чё за хрень? Ну вот, я пришёл с тобой поговорить. И... Блядь, ещё не хватало, чтобы это всё зависло сейчас. Короче, давай, наверное, я, может, это переиграю. О, тут чё написано. Мы знаем, что наряду с благочестивыми белыми вы обслуживали и нигеров. Мы вас уже предупреждали. Увидим у вас в черножопых ещё раз. Спалим к чертям вашу халупу. Помните, Южный Союз знает всё. Южный Союз зависает, блядь. Ну чё тут происходит? Джеки, давай помогай. Разруливай наше дело. Я ж не могу дальше задание-то активировать. Короче, давай я переиграю, сейчас выйду пока отсюда. Так, я, короче, вышел из игры, снова в неё зашёл, приехал опять на эту точку. Не дай бог, сейчас эта Джеки мне ничего не скажет. Я не знаю, что там за глюк был. Почему её так переклинило? А ну подожди. Хай. О, зашибись. Честера Моро ты сможешь найти в продуктовом магазине. Как ты его нашла? Так я смекнула и села следить за хатой во французском портале, который я записала на его младшего. Супенцин всё это время там оттиживался. Выбыл за Фриско Филдс с парой дружков. Я так думаю, он понимает, что если не Оливия, так ты его достанешь. Ты в порядке? О, чёрт, нет. Эти бедняги, у меня в госдепе работает старый друг. Он им поможет. Но Моро... Моро и этот подонок Ремидюваль... Они ответят за то, что сделали. За всё. Они ответят. Даю слово. Господи. Когда мне рассказали, что они творят, ты должен остановить Моро. Остановлю, куда я денусь. Всё, давай. Желай мне удачи, я пошёл. Так, значит, Моро у нас находится в продуктовом магазине. Убить Честера Моро. Смотри, даже не поговорить с Честером Моро, а просто убить. Так, другого способа решить эту проблему нет. Моро должен уйти. Жёстко. Ну вот, жёстко он и уйдёт. Потому что мягко я его... Уходить его не собирался. Погнали. Я не знаю, сейчас посмотрим, как там будет по времени. Возможно, у нас на эту серию ещё... Оливия Маркана останется, но я в этом чё-то сомневаюсь. Думаю, что я в следующей серии разберусь с Оливией и разберусь заодно с... Сант-Анджело, который своих головорезов за мной направляет. А там уже, скорее всего, и финалочка нас будет поджидать. Что-то мне подсказывает, что после захвата Фриско Филдс и убийства Сант-Анджело, это уже будет как бы всё. Финишная прямая. Уже куда там ещё растягивать? И Маркана, наконец-то, получит по заслугам! Блин! Вот это! Вот это ты видал, как мы... Смотри, машина целая. А вот там моя самая дорогая машина, которая самая скоростная, после гонок досталась. Так ту вообще уже, наверное, взорвалась бы сразу. В полёте ещё взорвалась. Она бы стыканула бы падать на асфальт и сразу бы самоликвидировалась бы ещё в полёте. Я прям уверен в этом. Беленький! Белых можно давить. Так, магазин вот. А, это всё тот же самый магазин, смотри. Я смотрю, он там для Моро так очень важен. Белэйрс. Убить Честера Моро. Конечно, Честер Моро будет на втором этаже сейчас, как всегда. Зависать. А давай сделаем так. Ща, блядь, будет. Я в Фриско, с глазами на таргетах. Конечно, мы там скоро. Давайте, ребят, вылазьте. У нас дело есть. Отлично. Погнали! Зададим этим беленьким жару. Пошли, пошли, пошли! Атакуйте! Никого не щадить. Убить всех. Дозорный минус. Свидетель, где свидетель? Ты что делаешь, дебил, успокойся. У нас вот разборка пидорская. На-ка! Отлично. Куда? Да блин! Это я мазила. Рожь. Убил? Убил. Так, еще там, ребята. Ну-ка, на-ка. Вынес. Одного вынес. Рожь. Я на второй этаж, хлопцы. Расчищайте тут мне вход. Прикрывайте, пацаны. Ща мы с ними быстро со всеми разберемся. Где морок? Килл на мол. Давай, убить всех. Никого не оставлять. Блин, где странная лестница? Я же ее находил. А тут у нас чего? Задворки? Успокойся, он забегал, бля. Туро, да? Какой-то побежал. Ничего себе, смотри, какой живучий. Засранец, а? У меня еще двое моих парней живы. Отлично. Мочите всех. Идем за жопой, Моро. Где, блядь, лестница, а? Я не пойму почему-то. А, во, все, отлично. Нашел. Спокуха. А, он один остался, что ли? Ха-ха, мы, походу, всех поквасили, пацаны, молодцы. Сработали на ура. Просто вообще. Находка они, мужики. Бля, а что происходит? Откуда вы там побрались? Они одного моего сняли. Они сняли мне пацана. Дозорный. Тихо, тихо, тихо. Нас, сука. Уморозь здесь. Дублюдок, а? Былась! Ах, ты какой беленький весь чистенький. Не боишься замарать пюзачок? Нигерской кровью. Сейчас говном мы его замараем. Давай, Моро, пора уходить в проотцам. Все, что хочешь, я сделаю все, что хочешь, только не убивай. Чего я хочу, так это то, чтобы ты сдох. Вот, вот этого я и хотел. Утырок чертов. А, смотри, один мой чувак остался в живых. Отлично, вообще красава. Сработано на ура. Так, отметка. Затраты на следующий звонок союзникам Кассандры будут компенсированы. Телефонный оператор 5 минут. Теперь Клик сможет отрубать телефонные линии на более длительное время. Круто. Кассандра, давай, приезжай. Есть для тебя работенка. А там королы задвикают. Белэр во Фрискофилд теперь наш. Но скажу сразу, никто здесь больше торговать людьми не будет. Найдем другой способ рубить бабло. Ты нас сюда поставил, и мы закрепились в район. Осталось лишь закрепить это официально на следующей сходке. Да надо мне намекать, баба, я и так знаю все. Она мне еще будет тиктовать тут условия, блядь. Официально закрепи меня. Сейчас закреплю, блин. В другом месте тебя закреплю. Не, все честно, если я ей отдаю все эти районы, то есть, ну, все эти магазины, бизнесы в этом районе, то... Следовательно, и Фрискофилд надо ей отдать. И после того, как Леймистер Клей убил последнего, ну, Капо, он решил заняться Селом Маркана лично. Слушайте, я ведь уже говорил, это такая же... Операции, как и те, что мы проводили во Вьетнаме. Хотите добраться до главных ушлепков? Начните с их людей. Их инфраструктуру, лишите их возможности сорваться, и они понять не успеют, как окажутся с голой жопой. Это да, это вот истина. Подписываюсь под каждым словом. Так, и что у нас дальше? Дальше у нас, по идее, уже последняя миссия, но подожди, а у нас же еще есть вот эта. А, то есть, она у нас одна осталась, или что? Донован узнал больше о Ремидювале. А, так сперва надо еще Ремидювале убить. А кто такой Ремидюваль? Что-то, блин, знакомое имя, но все же. Я знаю, что они с Моро работали над работорговлей, но... Походу, Ремидюваль это, наверное, самый главный подонок, который работает на Оливию Маркана. Так. Донован раскопал больше информации о Ремидювале. Ремидюваль, ничем не рискуя, изрыгал потоки ненависти из радиорубки. Пора показать ему, что риск все же есть. Давайте, 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 как сделаем? Наверное, на следующую серию эти все разборки оставим. С Ремидювальем, с Оливией Марканом, может даже с Ананджелой, если оно все влезет. Ну, а пока что, да на этом будем заканчивать. Опа. Что-то какую-то святую книгу опять взяли. Святой журнал. Коллекция. Вот это, походу, оно. Апокалипс, вот, 68. 10 signs, the end is imminent. Типа, 10 знаков, что конец уже близко и неизбежен. Ну, вот это мои черные пацаны. Вот надо на Фриско Филд, чтобы реально ниггеры понаехали. Чтоб доказать, что это наш все-таки район. Что не надо было отжимать его у нас. Все, давайте тогда на этом поставим пока точку. В следующей серии начнем с Ремидюваля. А пока что оставайтесь с нами. С вами был Морган Ринкольн Клей. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. А я себе совру нормально мясо, запьюсь пивком и рыбкой закушу. Ну, все, всем удачи, всем до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok